Всем добрый день! Здравствуйте! Сегодня у нас 3 сентября. Не помню, по-моему, в песне там что-то пелось как раз именно про 3 сентября. Я, правда, вот уже точно не помню что-то из старого, из 90-х. С вами Александр Кузьмак, это наша студия, которая не прерывает свою работу ни в летние каникулы, естественно, теперь не в эти вот уже осенние такие суровые будни, но сегодня у нас не просто день знаний, у нас сегодня день красоты, у нас сегодня в гостях человек, которого, во-первых, многие из вас прямо писали мне в инстаграме о том, что хотят видеть в этой студии. Вот она, Софья Тартакова, которую я очень рад здесь видеть. Соня, привет! Саша, привет! Спасибо большое за приглашение. А я, на самом деле, очень рад тому обстоятельству, что мы сейчас можем вот спокойно поговорить наконец-то. Мы, конечно, поговорим о теннисе, но не только о нем. А вот первый вопрос, который я хотел тебе задать. Вот с какого момента ты помнишь себя как теннисный журналист? За кого ты начала болеть первой? Или за кем следить, когда ты стала уже вот заниматься теннисом с точки зрения журналистики тенниса? Саша, мне кажется, мы все прошли через одного человека. Евгений Хавельников. Он, кстати, придет на этой неделе сюда. Жень, большой привет передавай. Обязательно. Но и ты, и я, мы все прошли через Анну Владимировну Дмитриеву. Без этого никак. Я Владимировну прошла через нас. Внутри нас. Но вообще, мне кажется, Анна Владимировна – это человек, который влюбила теннис. Да, вот благодаря, мне кажется, ее работе, ее комментированию, я так прониклась к этому виду спорта. Наверное, мне было лет 10, если честно. Она и ее большой друг, который вместе с ней всегда работает уже долгие годы. Александр Рахович – низкий поклон. Я думаю, что у тебя такая же, кстати, ситуация. Безусловно. Нет, Анна Владимировна, она, безусловно, моя крестная мать в этом смысле, в журналистике наряду с Борисом Марковичем Боровским. Кстати, тоже, да, все теннисная история. Вот, поэтому, да, да, Анна Владимировна, вам глубокое уважение, прям вот искренне, да. Саш, я недели три назад впервые с ней комментировала теннис. Ну, наконец-то. Это был космос какой, это был турнир Москвы, Риверкап в Москве проходил, Островский, Александр его как раз, твой хороший тоже знакомый, да-да-да, организовывал. Я первые полчаса репортажа сидела вот так вот. И просто слушала, как Анна Владимировна здоровается, как она нас представляет. Для меня это был просто взрыв мозга. Соня, мы Анна Владимировна обязательно в эту студию позовем. Хорошо, ладно, ладно, прости, прости. Я все-таки жду ответ, не поставлю на мною вопрос. Когда я на радиоспорт пришла? Кто? Нет, меня интересует, кто из игроков был первым вот… Сафин, Марат Сафин. Сафин. Мы за ним, мы, во-первых, все были в него влюблены, это раз. Ну, конечно. Во-вторых, мы все следили за его победами. И это был первый теннисист, который пришел в прямой эфир на радиоспорт. Я почему тебя об этом спросил? Понятно, что Марат – это глыба, тут вопросов быть не может. С того времени наш мужской теннис претерпел разнообразные изменения. Сначала он был велик, потом он ушел в небытие на какой-то момент времени. Сейчас он вроде как опять возрождается. Но зная твою абсолютно искреннюю, теплую, добрую любовь к этому виду спорта, не тяжело ли сейчас тебе после тех великих времен Сафина Кафельникова, Южного, Довыденко, ну, там чуть позже, да, там Турсунова и многих других, и великой плеяды наших замечательных девочек, которые, опять-таки, я тоже надеюсь, что все по очереди появятся в этой студии, Лена Дементьева, ну, Вера Звонарева еще играет, да, и, естественно, Настя Мыскина. Да, да, да. Играющая мать. Да, ну, там их много, собственно, матерей-то. Вот, а потом наступил такой вот период, когда мы сейчас вынуждены радоваться другому. Уже нет титулов таких, да, есть такие маленькие титульчики, есть какие-то мелкие достижения. Ну, тебе интереснее, Саш. Вот я абсолютно, наоборот, считаю себя счастливым человеком, потому что для меня вот эти ребята, которые сейчас, как ты сказала, поднимаются, Хачанов, Рублев, Медведев, они друзья. Я их знаю, мы вместе с ними растем. Я их знаю там с 14-летнего их возраста. Я, конечно, постарше буду. И для меня этот чистый кайф, я вижу, как ребята развиваются. Сейчас они практически все женаты уже мужчины, можно и так сказать. Развились. Развились по полной программе. Поэтому очень любопытно. То есть ты смотрела на них на юниорских турнирах. Сейчас те ребята, которые уже выигрывают титулы, это чистый кайф, честно. Но я же знаю, как ты всегда защищаешь проигравших. К сожалению, это моя слабость, да. Вот. То есть когда играли Женя, Марат и там Вера, Лена, Настя и так далее, их не нужно было так часто защищать, потому что они несли такой, вот за ними этот шлейф побед был, грандиозных побед. Я уже не говорю про Машу Шарапова, да, которая только выиграла и продолжает фантастически играть для себя самой в первую очередь. А сейчас тебе приходится говорить, ну подождите, ну вот они будут выигрывать. А я искренне верю. Я в это искренне верю, потому что мужской теннис и женский теннис намного старше стал. Назови мне хоть одного сейчас победительность турнира Большого шлема в 19 лет. У мальчиков нету. Надаль выигрывал, Марат выигрывал. Сейчас просто физический теннис стал намного сложнее. Он развивается. Посмотрите, там Роджер усовершенствует свою физподготовку. Марый, не знаю, там тут же Надаль, да, у него было восстановление, так сказать, очень важное. А ты связываешь это с тем, что теннис становится сложнее или с тем, что просто еще, ну скажем, таких ярчайших звезд, просто такой период, когда они не появились. Они есть, наоборот, смотри, вот если сейчас сравнить это поколение, у нас огромное количество звездных мальчишек. Это Хачанов, человек в двадцатке, это очень круто, Рублев, А он пошел в двадцатку сейчас, да? Будет, да, сейчас повыше. Полуфинал Мастерса в этом году сыграл парень. Это замечательно. Он на равных сейчас играл с Надалем. Я не защищаю, но это просто факты. Нет, ну это факты. Смотри, Шаповалов, Левша, канадец, который играет, мне кажется, он еще даже младший ребят, просто фантастический. Тифао, тот же американец, они все одногодки. Это замечательное поколение. Оно через пару лет будет наряду с Надалем, Джоковичем и Федерером. Просто им нужно больше времени, чтобы раскачаться. Через пару поколений Федерер будет продолжать играть. 37 лет. 37 лет. Только Винус старше ей 38. Да, они, я думаю, так и будут в этом смысле. То есть это не молодозелена. Мне не кажется. Понимаешь, сейчас для того, чтобы стать профессиональным теннисистом очень высокого уровня, должен быть профессионалом. И здесь, они поэтому так рано женятся все. Кстати, поздравляю тебя. Спасибо. Я поздно. Кстати, Соня тоже недавно вышла замуж, поэтому... Я поздно, я поздно. Мне все-таки не 20 лет, но тем не менее. Мне уже пора было. А ребята эти, они себя чувствуют сейчас мужчинами. Они из мальчика выросли. Ты знаешь, вот ты с ними, когда общаешься, обязательно к тебе большишки придут в гости. Ты вот с ними будешь общаться. У меня сейчас на языке крутятся вопросы. Она сказала, пора было. Я просто, я там, мы с вами давно знакомы, и поэтому я помню, как она говорила, не-не-не-не, ни за что. Ну, я, видимо, того мужчину встретила все-таки. Все зависит от жениха. Ну и мальчики, кстати, тоже правильных избранниц нашли. Карен вообще со своей женой, они чуть ли не с детства знакомы. И ездят на турниры. Все уже сейчас путешествуют вместе. Прямо она с ним. Вероника замечательная девушка. Ты знаешь, у них сейчас такая разница в росте потрясающая. Она совсем такая миниатюрная, меньше, мне кажется, чем я. И Карен, двухметровый гигант, очень такая гармоничная пара. И они действительно взрослые, они по годам развиты. Как они разговаривают, что их интересует. Это не российские футболисты. А главное, что, когда ты начинала только свою журналистскую карьеру, так же восторженно обо всем об этом отзывалась, и продолжаешь так же восторженно об этом отзываться, хотя при всем при этом ты уже обладаешь неким, ну, пардон, опытом, для того, чтобы судить. Это вы, Александр, опытом обладаете. Ну да, как говорил Жеглов, это ты умный, а я так погулять вышел. Нет, ну, камон, уже нет. Уже сейчас нет. Ты неоднократно брала интервью у Маши Шараповой. И в совершенно разных, как говорят теперь модно, локациях. И более того, там едва ли не в магазине, да, вот в этом, да, по-моему, где... Был такое. С этим Шугарпова вот этим брендом и так далее. А какое ощущение остается после разговора с ней? Она действительно до такой степени автоматизированная, роботизированная? Когда... Моя проблема, я все-таки, она для меня является кумиром, и я, когда разговариваю с ней, смотрю, как на какого-то просто кумира. А она узнает вообще? Меня? Ну, тебя, наверное, уже... Она меня знает, да, хорошо знает. Она меня доверяет, она знает, как меня зовут, ну, потому что просто много раз пересекались. То есть она тебе уже не говорит, я не показал свой лучший теннис, я там... Ты знаешь, мне кажется, вот мое ощущение, что вне соревновательной деятельности ей достаточно сложно говорить на русском языке, просто потому что достаточно мало практики. Ну, мама... Я понимаю, но она же не каждый день с мамой проводит, у нее все-таки крупное общение, это англоязычные люди. И когда она не практикует язык, ей сложно общаться с человеком, которому она не доверяет. Я все-таки, когда делала интервью с Машей, у нас были такие достаточно сладкие интервью, меня за это много раз критиковали, но я не могу, я с уважением отношусь... Я думаю, ты меня поймешь. К этому отношению как-то ее ставить мне удобнее. Первое мое интервью с Женей Кафельниковым тоже были такие, да? Да, ну, может быть, это приходит с опытом, не знаю, но я правда люблю этого спортсмена, спортсменку очень сильно, поэтому как-то стараюсь сглаживать какие-то углы в моменты. Это моя слабость, наверное. Но если она доверяет человеку, она достаточно спокойно может на русском говорить и даже что-то... И шутить. Она очень круто шутит на английском. Это ее язык родной, а у нее очень быстро работает мозг. На русском чуть-чуть есть какая-то скованность. Но мне кажется, когда ты уже, когда с ней начинаешь разговаривать дольше, ее можно разговаривать, и тогда она начинает... Нет такой возможности. Может, не хватает времени? Ну, у меня максимальное количество времени, которое мы с ней потратили, это было интервью внештатное во время моего отпуска в Лас-Вегасе. Мы с ней разговаривали минут 15. Но, опять-таки, понимаешь, это было... Она настолько себя комфортно в Штатах чувствует, когда нету огромных сумасшедших людей, которые пытаются ее разорвать на кусочки. Люди стоят, ну, шарап, окей. Выстрелились в такую очередь и ждут. А она вообще сама себе принадлежит? Мне кажется, сейчас в большей степени, чем когда она была вообще на коне. Сейчас у нее больше, наверное, и свободного какого-то времени. И она себя чувствует уже больше, наверное, даже не спортсменкой, а женщиной. А у тебя сейчас больше свободного времени? Я думаю, что меньше значительно стало. Меньше. Ну, чем на радио, когда я работала на радио. Нет, безусловно. Сейчас Суэфид Ратакова, да, ведущая Матч ТВ. И мало того, что ведущая Матч ТВ, она еще и звезда разнообразных журналов. Ладно. Я не зря спрашиваю, потому что мне действительно интересно. В этом вопросе нет никакой подоплеки, потому что совсем недавно у нас Маша Орзул была в этой же студии, которая говорила, не-не-не, боже упаси, вот не столько. А на это что? Действительно, я-то мужчина, как мне не предлагают. А зря? Нет, спасибо. Но это же надо решиться, или это не надо решаться, или просто по приколу? А я смелая. Ну, ты же меня помнишь, я делала татуировку в прямом эфире радио. Потому что для меня это как бы просто опыт какой-то, экспириенс, познание себя, тела, может быть, своего. Ты про съемки же говоришь, да? Да, я говорю про съемки в журнале «Плейбой», причем, по-моему, даже неоднократные. Я Максиме в «Плейбой» снималась. Слушай, ну у меня очень странная семья, честно. Я люблю папу свою безумную. У меня папа, когда мама была жива, то же самое. Они говорили все, ну, господи, молоденькая, раздевайся, мы тебя поддерживаем. Что хочешь, то делай. И супруг мой сейчас тогда жених, Степан, он тоже как-то очень «давай, показывай все, что у тебя есть». То есть неревностно к этому относится. Я не знаю, это хорошо или плохо, я еще неопытная жена, так сказать. Но что-то мне подсказывает, что он мне доверяет и как бы позволяет сделать свой осознанный какой-то выбор. Для тебя это, наверное, вообще вопрос самый главный, мне так кажется. Это вопрос внутреннего доверия и абсолютной свободы при этом. Хочется, да. Но я просто люблю контроль, а мне важно, чтобы мне доверяли. Ты любишь, чтобы тебя контролировали или ты контролируешь? Знаешь, соу-соу, 50 на 50. Иногда мне хочется, чтобы мне сказали, Соня, где ты вообще находишься? Иногда я хочу, чтобы меня как-то не трогали и я в своем мире побыла. То есть свет вот этих всех софитов, он тебя, ты под ним греешься? Нет, я себе не очень южусь. Или ты по-прежнему еще ежишься? Ну, мне сейчас нравится с тобой очень разговаривать. Это я не лещу тебя. Нет, нет, я что? Безусловно. Ну, конечно, нет, я стесняюсь. По-прежнему? Да. Вот несмотря на то, что сзади дядя Дима губерниев, который помогает там, да. Ты знаешь, у меня до сих пор, я когда в эфир выхожу, у меня ладошки потеют. Я вот пару раз говорила губернию, говорю, Дим, вот у меня прям мандраж, сумасшедший. Да ладно, говорил он громче, чем я могу сказать, да? Ты знаешь, он говорит, боже, если у тебя этого не будет, нужно уходить из профессии. И давал свою руку потрогать, у него то же самое. Ой, с губерниев я вообще в обморок падаю, когда работаю, мне страшно. Ну, это да, это я помню. Мне главное не подвести. Я всегда так, о господи, так, губерниев. Все, надо прочитать все правильно, рассказать все, не ошибиться. Ну, так как Дима любит красивых женщин, то с ним легко работать девушкам. Это правда, он в эфире в этом смысле всегда. Но он король, конечно. Король, безусловно. Я помню, мы с ним работали на Олимпийских играх в Пекине, вели итоговую программу. Вдвоем? Вдвоем. Вдвоем я вообще молчал. Это был первый раз, когда Василий Александрович Кикнадзе поставил нас на итоговую программу. Я понимал, что первые 15 минут я могу ничего не говорить. Тем более, что Дима еще... Он нас так разделил в кадре, чтобы разница в росте не чувствовала. Потому что, когда с ним рядом стоишь, вообще ощущение, что этот комплекс неполноценности рождается сам собой. У меня студия была на боях. Я вела ее как раз в губернию. Можешь представить? Мне даже сначала пытались дать, как Наташа Кларк... Это отдельный разговор. Да. Мне как Наташа Кларк пытались поставить какой-то ящичек, чтобы я встала. Но потом как-то это не очень хорошо было в кадре. И однажды в гости к нам пришел Валуев. И я стояла посерединке. Да, вот так. Что там наверху? А они между собой разговаривают? Да, да. И я здесь, внизу. Пожалуйста, обратите на меня внимание. Слушай, а вообще какого черта ты там делала? У меня вот вопрос. Спасибо папе Диме. А, это он тебя затащил на бои? Да. И как тебе? В Казани. Это помнишь еще про тебе же было на Матч ТВ? Меня отправило руководство в Казань на вечер бокса, когда матка... Я бы не отправила, да. Когда мы открылись только, вещание началось, и я была с губернием вообще незнакома. Но после этой командировки мы подружились. А сами бои, вот это же... Саша, это совсем не теннис. Совсем не теннис. Аристократичный вид спорта. Анна Владимировна Дмитриева это просто образец аристократичности, без всяких сомнений. Даже в противовес, может быть, Александру Раключеву. Знаешь, Анна Владимировна может здорово выключить микрофон и сказать все так, как она думает. Это правда. Все так, как оно есть. Но сам вид спорта. А тут кровь, драки. У меня мама очень болела и любила бокс. Любимый мамин боксер это был Костя Дзю. Она не пропускала вообще ни одного боя. И вообще, в принципе, для нее бокс это было что-то такое очень мужское. Мне тоже нравится Ковалев, наблюдать вообще за боксом. Боже, что я слышу. Нет, смешанное единоборство это достаточно специфическая история. Тут Орзл к тебе приходил, это Маша Настезя. Вот эти все. Ну, просто да. Мордобои. Зато я очень хорошо знакома с Мариной Мохнаткиной. Это девочка, которая выступает в миксфайте как раз. Она замужем за Мишей Мохнаткиным. Тоже бойцом смешанных единоборств. И она показывала мне смешные видео, которые они дома снимают, как они друг друга бьют. Мне кажется, это идеальное просто отношение. Они решают вопросы спаррингом просто. Спокойно, да-да-да. И они настолько гармоничные ребята. И пару раз бывало, что Марина выступала, а Миша ее как раз поддерживал в клетке. Там, знаешь, жена вся в кровище с этими... с какими-то косичками в соплях там. Ее сверху бьет какая-то другая женщина. Миша там, давай-давай, Марина, вставай, ну что ты лежишь? Давай. Вспомни, как ты бил у меня. Да. Ты амбициозный человек? Я очень люблю то, что я делаю. Так что, мне кажется, скорее да, чем нет. Просто выражение... Понимаешь? Да. Я согласен, да. То есть для тебя в каком-то смысле журналистика, так же, как и для меня, наверное, тоже, это не совсем ремесло. Это смысл? Это часть жизни. Просто я ведь прекрасно помню времена того еще старого радиоспорт, не тогда, когда его зачем-то переименовали в спорт-эфм, а когда он еще был радиоспорт. Мы, по сути, все же работали за копейки. Да. Я 10 тысяч рублей потеряла. Зарабатывала в месяц. Это официально как бы зарплата у меня была. Тогда что ты думала про все про это? Я была влюблена абсолютно в это дело. Слушай, мне было мало лет. Я пришла на радио, когда мне только, по-моему, исполнилось 17 или 18, на втором курсе института. Я жила с родителями. А что ты заканчивала? Гид, аргументарный институт телевидения на радиовещании. У меня была цель, я прям, когда поступила в институт, я знала, что я пойду на радиоспорт. Я прям знала, что это будет спортивная журналистика, только спортивная журналистика, теннис и дела. И я как-то с помощью Кати Чуватовой попала на практику, потому что она точно там же и заканчивала этот же институт, училась. И тебя не смущало, что нет никакого, никакой гарантии? Мне помогали родители финансово, разумеется. Ну, на 10 тысяч рублей не проживешь. Но потом я стала работать на Евроспорте. У меня было три работы. У меня, наверное, в течение года был, наверное, один выходной в месяц. Вот так вот. Я работала в федерации на Евроспорте, на радио. Пыталась это как-то совмещать. То есть ты настолько была увлечена, что у меня было вообще ощущение, что Софья Тартакова человек, который вот при всех своих потрясающих внешних данных живет на работе. То есть вот он просто больше ничем не занят, только работает. Ты помнишь, какая у нас была потрясающая атмосфера? У нас были такие возможности. Мы могли в эфире делать и расти, и могли создавать все, что мы хотим. У меня лучшая подруга Саша Лускова точно так же работала на радио. Я чувствовала себя в нашей редакции как дома. Я могла босиком ходить, в носочках. У нас диван там был. С мокрой головой. С мокрой головой. Это как дом был настоящий. Саша, помнишь, мы даже приезжали в свои выходные и смотрели «Титаник» в новогодние праздники. Что мы только не смотрели в выходные? Нет. Ну это безусловно, нет. В этом смысле, конечно, то, что было на радио. То же самое, кстати, было на НТВ плюс в свое время. Это вот сочетание того, что наверху стояло Анна Владимировна и Алексей Иванович Пурков, которые давали возможность делать все, что угодно. И в общем, в какой-то момент времени не заботясь даже о качестве. У меня была та же история с Борисом Артевичем Боровским, который посадил меня... Про качество ты правильно сказал. Да, который посадил меня в эфир просто вот как кинул, как щенка в воду. Причем еще и на теннисную программу под названием «40-0». Я тоже сидел... Да-да-да-да-да. Это было все плохо. А сейчас в этом больше пафоса. Сейчас все по-серьезному. Тебя по 40 минут гримируют. И так далее, и так далее. Сейчас просто серьезная лига. Взрослая история абсолютно. Но ты довольна тому, что ты попала на телевидение? Ну, конечно. Но я до матча не работала на телевидении в кадре. Для меня это... Вот я сейчас вспоминаю. Первый месяц на матче. Ты помнишь, как меня трясло. Я как... И как тебя трясли. И ты меня все время успокаивала. Говорила, Соня, попробуй себя ощущать в телевизоре, в кадре точно так же, как и на радио. Но я чувствовала такую ответственность сумасшедшую. Но я тебе могу сказать, что, наверное, спустя полгода я начала по-настоящему кайфовать. Вот кадром. Ты по-прежнему... Ты сейчас комментируешь теннис? Да. Мы показываем женские турниры на телеканале «Матч-арена», «Матч-игра». У нас очень много тенниса, но много работы, честно. Иногда я меньше комментирую за все на матч. Из-за того, что графики совпадают. Я сейчас такой... Вопрос, наверное, должен быть такой чисто женский в каком-то смысле, потому что, ну, наверное... А может быть, ты и не задумывалась над этим. Ты комментатор, ты ведущий, ты еще и снимаешься, ты еще там работала в федерации, ты знаешь всех теннисисток и теннисистов лично, очень многих. А вот теперь у тебя еще есть семья. То есть в какой-то момент времени это как-то нужно будет совместить между собой. Детей ты имеешь в виду? Не столько про детей. Нет, это как бы, что называется, дай бог. Как карта ляжет, да? Не об этом, да. Она все равно ляжет, и в этом не сомневаюсь. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что в какой-то момент времени нужно какой-то выбор делать, или ты для себя еще пока... Тебе просто нравится все? Меня пока получается совмещать. Мне кажется, Степе, моему супругу, очень важно, чтобы я была внутри себя довольна своей жизнью работой. То есть если у меня что-то на работе не получается, я ужасный человек, если у меня что-то не получается в работе, я, естественно, переношу это в дом. Я не могу это разделять, потому что для меня это не работа. Я начинаю психовать, плакать, нервничать. Степа это чувствует, он понимает, что мне это нужно, это как наркотики. Я уверена, Саша, у тебя очень похожая ситуация. Да. Мы не можем, мы больные люди, мы сумасшедшие, мы наркоманы, как угодно можно называть. Это часть нашей жизни. Ну смотри, вот свой выходной, ты все равно же, ну ты посмотришь спорт. Если будет футбол, или будет хоккей, там теннис будет, ну ты включишь... Моя любимая жена всякий раз меня корит, потому что я постоянно в телефоне, потому что у меня абсолютно не открыт спортивные новости, потому что я не могу, я должен быть постоянно в курсе. А потом, я думаю, что, кстати, у тебя похожая ситуация в том смысле, что, а потом, когда я прихожу на трансляцию, мне не надо обкладываться в такой кипой бумаги, потому что у меня все вот это постоянно находится. Ты следишь за этим. И тебе это интересно. И тебе это твой ритм жизни. Это то, что ты уже десятилетиями собрал. Я помню, как в свое время Софья Тартакова последними словами костерила наш любимый вид спорта под названием футбол. Причем не просто футбол, а еще и футболистов. Причем очень жестко. Ты вот после Чемпионата мира как-то изменила свои отношения? Я с большим уважением к взрослым ребятам отношусь. То, что они сделали, прям молодцы. Ну, боже. Сейчас ведь не надо политкорректности вот этой. Вот я... Играя дома, по-другому невозможно. Ну, Саш, а когда? С такими зарплатами, с такими возможностями, когда все на тебя молятся, как по-другому? Они молодцы, они сделали то, что они должны. Но это у тебя теперь уже не вызывает такой вот, ну, ну, не ненависть, а к этой статистикразии? Мне бы хотелось, чтобы, знаешь, вот этот знак плюс, чтобы их отношение к спорту, оно не закончилось через год. Чтобы они с уважением к своему ремеслу относились и дальше. А к журналистам? В том числе. То, что делает Дзюба, это классно. Он молодец. Он сейчас общается, он по-доброму общается с коллегами нашими. Закрываться, и вот это, ну, чё, ну, чё, проходить мигзон, и я не понимаю этого. Как он сейчас сказал, да, вы сами все видели, ёпт. Он так сказал. Ну, это Дзюба. Слушай, ну, мне кажется, то, что все равно ребята сейчас расположили к себе, это здорово. Теперь надо вот это все не пропукать. Да, а с точки зрения восприятия футбола как единственного вида спорта, вот, на который направлено все внимание вообще всех. Мне не понять. Просто, опять же, сейчас я поделюсь одной подробностью. Во время Олимпийских игр в Сочи, мы с Соней там были, и были еще тогда от Спорт.фм, да? Да. И я помню, как, ты же плакала, я же помню, ты плакала, когда были там какие-то победы или неудачи, ты реально вот, брав, беря, да, интервью у разных спортсменов, это вызывало абсолютно искренние слезы, эмоции. это же космос, то, что было в Сочи. При том, что мы что-то не так, вот сейчас такое понимаем в нашем, в отношении нашим к спорту, потому что вот таких людей, которые способны, взяв интервью, искренне переживать вместе со спортсменом, или вообще понимать, что спортсмен это тоже человек, что это не просто машина по добыванию медалей, их же очень немного. А мы сами виноваты в этом с тобой, вообще журналисты спортивные, потому что мы не раскрываем спортсменов как людей, мы рассказываем то, что Вася выиграл, Петя проиграла, Маша дошла до такого-то круга, мы не рассказываем их истории, а если рассказываем, мы это делаем неинтересно, зачастую. Надо воспитывать аудиторию, нужно объяснить, почему крутая Заварзина, чем она классная, что в ней такое, надо ее раскрывать, нужно брать интервью не условного какого-то футболиста, а приглашать Алену, рассказывать, раскрывать ее. Вот это нужно делать. Есть те спортсмены или спортсменки, которые вот для тебя в этом смысле космос, как ты выражаешься? И Санбаева. Самая, мне кажется, непосредственная великая спортсменка, которая есть. Я помню, был, по-моему... Я думаю, ты сейчас Шарапова назовешь просто. Нет, Маша не раскрывается. Для российской публики я прекрасно даю себе отчет, то, что она может рассказать, она это пока что не делает, может, с возрастом придет или после карьеры. И Санбаева отбор на чемпионат мира в Москве, который проходил по легкой атлетике, чемпионат России в Лужниках. Она отобралась, показала не очень хороший результат, стояла в мигзоне и 20 минут каждому журналисту рассказывала, вы знаете, у меня месячная, я прыгать не могу. У меня вот такие дни, ну что я могу поделать? Я взяла шест и поняла, что пошло. И все. Ну это же классно, это Исанбаева, там олимпийская чемпионка. Потрясающе. Алла Глушенко, когда это услышала, а она стала орать, Лена, замолчи! Сверху. Там же такая трибуна, да, мигзоны, старые были еще лужники до реконструкции. И Алла Глушенко, Лена! Такая, Аллочка, ну что я уже правду говорю? Нет, так может быть в этом таких же единицей, может быть в этом и есть ключ. Надо раскрывать, они нам не доверяют. Как ты относишься к тому, когда говорят о том, что в нашей стране спорт не популярен? Он не популярен. Увы. Но в этом полностью наша вина. То есть, тогда ситуацию нужно перевернуть как бы кверх ногами. Вот так, да? Рокировку такую шахматную сделать. То есть, спорт не популярен, потому что мы его не развиваем, не раскручиваем. Да, не говорим о нем. Мы говорим о футболе, он популярен. Мы говорим о Дзюбе, он популярен. Мы не говорим о Заварзене, я не знаю, почему все время не ртука Алену в голове. Ну, условно. И там Лосицкене, я не знаю. Кто ее вообще позвал, куда девушка выиграла, вообще все, что только возможно. Это поразительно, потому что обычно же у нас говорят как? Наше спортивное, не обязательно телевидение, радио, там, как вот сейчас со Спорт.ФМ, когда, так сказать, нам пели песни всем, что оказывается, спортивное радио не популярно, потому что у нас не любят спорт. А, видимо, судя по твоим словам, да и по моим, по большому счету тоже, спортивное радио не популярно, потому что оно не дает того, что оно должно давать. Это взаим... То есть, мы вот такая реалия. В России спорт менее, может быть, востребована, чем там в Европе или в Америке. Но в этом наша вина. Но при всем при этом в Америке спортивных радиостанций на каждом углу, куда они пленят. Да, очень много. Но они делают из каждого пука шоу. Они сидят, и у них фейерверк. Ты можешь не понимать вообще, что происходит, о чем они вообще говорят. Ты не можешь даже представить, что за турнир, по какому виду спорта. Они, не знаю, могут про городки хорошо рассказывать. Ты капризный человек? Очень, да, как девочка. Ну, девочки разные бывают. Нет, я прям девочка девчима. То есть в поход с палаткой не пойдешь? Нет. Ужас. Ты знаешь, у меня с Тёпой мы сейчас в отпуск должны поехать. Он меня уговаривает арендовать автодом. О, ну это, кстати, прикольно. Смотря где. Смотря какой. Смотря какой. Если на Байкале, то комары съедят вместе с автодомом. Да, я говорю, покажи фотки. Он показывает. Я говорю, Стёпа, может быть, всё-таки отель какой-нибудь или какой-нибудь домик. Хотя бы домик. Домик. Он говорит, ну смотри, какие фотки классные. Давай, может быть, мы приедем, я посмотрю на него и потом уже решу. И потом уже скажу тебе, Стёпа, что ты сделал? Зачем ты меня сюда привёз? Ну он меня знает в этом плане. Да, и, конечно, я капризная. Я же девочка. Ну, понятно. То есть ему, вот, интересный, кстати, способ. Он тебя не уговаривает, это показывает. А мне невозможно уговорить, потому что он знает, что у него взорвётся мозг, если что-то пойдёт не так. Значит, не, ну я его взорву. Как ты относишься? Просто там смеётся вся аппаратная, я прошу прощения, поэтому и я тоже. А я что-то не то сказала. Нет, 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 просто ты не единственная женщина, которая взрывает мозг, видимо. Ну я зато признаю это. Знаешь, кто-то говорит, что я такая идеальна, а я говорю, что я, да, мастер. Ясно. Есть такой, ну как бы у любого человека есть мечта. Не, не прошу. И, наверное, я не услышу этого, да, даже в таком интервью, но тем не менее. Твой путь к мечте, это что? Я тебе могу её озвучить. Сейчас, внимание, крупный план. Так. Не мой крупный план, да. Я очень хочу жить на море и хочу быть баристой. Ну когда уже мне будет лет 45-50. Ты любишь кофе? Я хочу, нет, ну я люблю, но я хочу научиться этому ремеслу. Я хочу открыть кофейню и жить на море. И делать вкусный кофе. И не на белом море, я имею в виду. Очень хочется. И даже не на Балтийском. Очень хочется. Где-нибудь, да. Окей, нет, это понятно. Я сейчас про журналистику. Там когда-нибудь, да, безусловно, мы скооперируемся, я буду приезжать тебе пить кофе, я обожаю кофе. Не, не вопрос. Борис, ты из меня никакой, я всё выпью ещё до того момента, как начну готовить. Нет, я про карьерную мечту. Что такое мечта для тебя? Это вся жизнь? Это вот, просто глядя на тебя, я сейчас так подробно рассказываю, потому что не все же знают, кто такая Софья Тартакова, с вот, с неким бэкграундом, да, вот именно карьерным бэкграундом, потому что, честно, тебя сейчас смотрят, любуются, позовите, покажите и так далее. Вот зовём, показываем и так далее. Мне говорят, у меня папа, у меня папа, всё пишут, что у меня папа, кто-то у меня папа такой классный, привёл на телек. Кто у тебя папа? Да, богат, миллионер. Нет, у меня папа обычный актёр, занимается сейчас тем, что он снимает кино. Семья творческая, никаким образом, там, к моей карьере, слава богу, он не имел никакого отношения. То есть тебя не пинали, не заставляли? Нет, мои родители мной просто занимались, не знаю, я писала рассказы, я им показывала, они их разбирали, всегда есть время, нет. Ты играла в теннис? Играла в теннис, ну, не более того. А где ты играла в теннис? Тригона. Мы жили в Орехово-Борисово, и там был теннисный клуб Тригона. То есть ты просто до какого-то момента дошла, а почему закончила? Ну, я понимала, что я не стану великой теннисисткой, у меня была мечта быть спортивным комментатором. А, то есть вот, и вот у тебя сейчас есть, ну, помимо Бориса, есть некая мечта в спортивной журналистике. Это означает, что всё остальное по боку? А как ты прислал... Вот если теперь тебе скажут, Соня, ты не то делаешь? Как ты отнесёшься к этому? Очень было бы круто, если был бы такой человек, которым я бы занимался в плане карьеры и говорил бы, мне подсказывал. Ну, нет, я сейчас даже не так, well, чуть более по жизни. То есть вот... Меняй профессию? Нет, не обязательно. Ну, меняй профессию. Понятно, куда ты его отпошлёшь, да, насколько далеко и быстро. Я быстро ничего не умею. Ясно. Нет, но то, что ты умеешь, ты делаешь хорошо. Это я согласен. Тут спору нет. Кроме тенниса, мы сейчас ещё, чтобы мы как бы с этого начали, этим и закончим. Кроме тенниса, ещё что сейчас тебя занимает? Телек. Я очень хочу быть хорошей ведущей, правда. Мне очень хочется этому научиться. То есть такого низкого мнения о себе? Ну, разумеется. Слушай, ребят, ну, вы работаете там по 10 лет в кадре. Вы давно на телевидении. Для меня это первый опыт. Я многого не умею. Я пытаюсь этому научиться. Чего ты не умеешь? Работать, наверное, в кадре, как хороший модератор. Этому нужно учиться. быстрее реагировать в кадре, в прямом эфире на какие-то события. Тебя можно смутить в кадре? Бывали такие случаи уже? Наверное, вначале было чаще, сейчас меньше, потому что уже опыта побольше. Но я думаю, что если будет какая-нибудь, условно, новая студия, новый проект, я могу растеряться. Суфлёра выключенная камера. Нет, нет, нет. Это я смогу уже разобраться, потому что это вот моя привычная как бы обстановка. Главное, чтобы микрофон не выключился, а дальше радио. Дальше, в принципе, радио, да. Но я, знаешь, для меня все-таки в плане ведения программы, я с большой симпатией, любовью к губерниуму отношусь. Мне кажется, такая глыба, вот что бы ни произошло, Пап Дима просто не развалится. Это самый стабильный человек в кадре, которого я знаю. И он настолько тоже предан своему делу. Мне, я понимаю, что это как до луны, но тем не менее, мне бы очень хотелось. Губерния, приходи в гости уже, сколько можно. Мы с тобой встретились сегодня. Папа Дима. Давай уже, приходи. Сам уже расскажешь, в том числе и про Софию. Да, и про массу других своих подопечных. Давай начнем, вернее, закончим тем, с чего и начали. US Open все-таки, да? Да. И он все-таки заканчивается. Я уже не помню, кто твой главный фаворит у мужчин. Дель Поттера. Дель Поттера – это сейчас, а вообще из игроков. Не, ну Роджер. Роджер. А, ну да. Да, у меня от Раффа, да. Не, я Раффа тоже очень люблю. Ну да, но ты думаешь, что все-таки Дель Поттера. Вот прогноз от Софьи Тартаковой. Хуан Мартин Дель Поттера. Я согласна. Мы вчера, Жень, с кем долго на эту тему разговаривали, у меня ощущение все-таки, что Дель Поттера может выиграть этот турнир, но у него в следующем, там маячит Надаль. Это будет бойня. Ну, нужно еще Изнара, там Дель Поттера пройти. Ну, это будет 8 тайбрейти. Но как раз у Дель Поттера, он сейчас не сета не проиграл в Нью-Йорке. Представляешь, не сета. Рафф как раз проигрывал. Басилашвили, какой матч с Кареном был, там все, соу-соу тоже так. Мне кажется, что у него есть хорошие шансы. Рафф может подустать в Нью-Йорке. А девочки я даже не спрашиваю, да? Пока. Непонятно. Сирена, ты же видел, что было этой ночью? С Кайка на пиана играла. Первый сет выиграл 6-0, второй проиграл, по-моему, 4-6, дальше, по-моему, 6-3. Ну, то есть, девушка вот так вот лихорадит просто. То попадает в корт, то проваливает. Это настолько нестабильная ситуация. А еще самая смешная ситуация в женском туре, это Слоун Стивенс, который играет классно или, ну, только на шлемах, на больших турнирах. Ее же нужно титул защищать. Да, она же выиграла в прошлом году. Но и играла в финале Ролан Гарос. Это как бы вообще космос. Причем выиграла Майами в этом сезоне. А до этого мы всей редакции на матче смеялись. Она не могла, в принципе, попасть в площадку после победы в прошлом году в Нью-Йорке. Это самая непредсказуемая, сумасшедшая теннисистка. И еще она безумно поправилась. Я не понимаю, что с ними происходит. Саша, нет, ты же даже не представляешь, насколько. Ты себе серьезно даже не представляешь. Нет, просто Сань, я сейчас даже еще подумал. Там рулончики, вот так, рулончики. Вот где юбочка. Я не буду на себя показывать. Не дай бог, рулончики. Нет, ничего пока не грозит, да. Ну, черт его знает. Рулончики вот такие. Как они это делают? Я знаю только одного человека. И, безусловно, вот там в аппаратности от людей, которые подтвердят мои слова, если Соня сама от этого откажется. Вот такую фразу по поводу там игрока могла сказать только и может, и скажет только одна выдающаяся женщина, которую Соня сегодня уже упоминала. Только Анна Владимировна Дмитриевна. Поправилась? Да. Ну, это важно. Она так растолстела, она сейчас такая корова, она не выиграет ничего. Я вижу, я не корова говорю, я просто поправилась с рулончиками. Ну, подожди, когда ты еще 40 лет покомментируешь теннис, ты именно так и скажешь. Смогу себе позволить это сделать. Соня, все, что я хотел узнать на данный момент времени, я узнал, честно говоря. Все остальное, то, что я знаю, сказать не могу, не скажу. Поэтому спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Соня Федортакова — это космос. Стас. А? Стас. Да. И очень хорошо, что она такой остается, и очень хорошо, что она по-прежнему так же восторжена, как она была и 10 лет назад, и будет еще через много лет точно так же, как и ее кумир Анна Владимировна Дмитриева и второй ее кумир Мария Юрьевна, по-моему, да? Шарапова. Я имею в виду. И Папа Дима. Ну и Папа Дима, это безусловно. Папа Дима, в гости приходи уже. Да, обязательно это надо сделать. Спасибо вам, друзья, большое. Софья Ратакова, Александр Кузмак. Мы провели с вами замечательные почти 40 минут. Завтра новый день и новая программа. Завтра у нас вновь в эфире будет спортивный журналист, но совсем другой и совсем другой будет разговор. Он будет другого рода, и это будет человек другого поколения, но это будет мужчина, поэтому со стороны и с высоты его большого опыта мы будем говорить о проблемах совсем по-другому. Он в плейбое не снимался, впрочем, так же, как и я. Соня, спасибо огромное. Спасибо, Сашенька. Счастливо. До новых встреч.